Когда все это началось весной, да, когда сошла эта страшная лавина, я нашел ее в горах и с тех пор она смотрела на меня с доверчивым восхищением ребенка, а мне хотелось, чтобы все осталось приятным случаем и ничего серьезного. Я не был готов к серьезному и не нужно было, чтобы она придавала этому такое значение ни ей, ни мне. Это не нужно было тогда, а сейчас. Почему она не отвечает? Ты знаешь почему. Зачем я не увез ее с собой, сел в автобус и уехал. О чем же ты думал тогда? Да ни о чем. Про свою паршивую модель облака. Про то, что когда-нибудь встретимся. Да и об этом ты не думал. Сел в автобус, а она осталась одна там, на противоградовом пункте, откуда ты сбежал. Азимут 150, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Дальность 8, высота 10, азимут 70, дальность 9. КТО РОЙДЕЙ. КТО РОЙДЕЙ. ИНО «ФО bien», including proper охотничество. КТО РОЙДЕЙ. Поехали! 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 Град в Малозанской долине! Град шел 10 минут! Нанес большой ущерб! Крупный град до 300 грамм! Куриное яйцо! Все виноградники! Лазарь! Лазарь Николаевич! Пропавшие объявились! Слава тебе, Господи! Живы! Да стреляли, стреляли! Все ракеты израсходовали! А облако с градом осталось целым! Такого, как Дан, не будет справедливость! Где она? Кретины живут! Мразь всякая живет! Перетаскивай животы с места на место! Почему они не сохранили этот мозг? Надо было его пересадить, что ли? Я стоял и смотрел, как они закапывали в землю этот мозг! Сразу как-то стало пусто на земле! Последние месяцы Дан не щадил себя, будто чувствовал! Он ни на что не обращал внимания! Ни на черные шары, ни даже на этот фильетон! Какой фильетон? А, так ты не знаешь! Пока ты путешествовал, помнишь черные шары? Ну? Помнишь, там был такой прыткий журналист? Помнишь? Ну? Так вот он и написал, фильетон! Он там и тебя приплел! Дескать, Крылов покритиковал Данкевича и вынужден был уехать в экспедицию! Но ты же знаешь, что все это было не так! Его убил не фильетон, а сам факт появления фильетона! Мне кажется, он его даже и не считал! Ну и что вы от меня хотите? Я требую опровержения! Позвольте, позвольте! Прошло полгода, может быть больше! И потом, профессор-то ваш умер! При чем здесь это? Я-то жив! Разве отказывался от Данкевича? У меня были совсем другие мотивы! Ну ладно, не морочите мне голову! Я ведь сам слышал, как вы говорили! Лугунову, что они согласны с Данкевичем! И вообще! А у вас-то я плохого ничего не написал? Ну что вы шумите? А при чем здесь я? Ваш велетон оболгал Данкевича! А всем известно, что его работа почти полностью оправдалась! Ну вы штучка! Чего же вы тогда уехали? Ну если вы не знали, что так может случиться, откуда я мог знать? Да и кому теперь поможешь опровержением? В том-то и дело! Что этот сукин сын был прав! Мне уже ничего не поможет! А потом в Ленинград приехал Голицын! Разыскал меня и вызвал себя! Незадолго до кончины мне звонил Данкевич! Он сказал, что вы интересовались атмосферным электричеством! Да! Он просил, чтобы я пригласил вас к себе в Москву! К сожалению! Поздно! У меня диссертация на другую тему! Почему именно я? Теперь это не важно! К сожалению, он ошибся! Он думал, что вы кроме этой темы ничем другим заниматься не станете! Иллюзии, иллюзии, иллюзии! Правда, он меня уверял, что вы обрадуетесь! Простите, если я отнял вас время! Честь имею! Извините! Значит, Дан помнил обо мне! Помнил все время! Он был выше обид! Мне казалось, что он прежде всего думал о работе! А он, оказывается, думал обо мне! Он был прежде всего... Человек! А Голицын... Был его друг! Сейчас, дорогой! Все будет готово! Я понял тогда, что значит быть настоящим человеком! И поэтому пошел за Голицыным! Ну, то есть, за Даном пошел! На это я был тогда способен! А вот способен ли я поднять эту тему, я не знал! А потом я сказал себе, а чего ты боишься? Разве ты все про себя знаешь? Знаешь то, ничего не знаю! Ну что, согрелась? Пошли! Нам сейчас принесут! Вот, посмотри, что надел Град! Ну, ничего, Сереж! Садитесь, пожалуйста, сейчас все сделаем! Ну что, Резорт, починили крыш там, а? Через 15 минут закончим! Представляешь, в Древней Греции тоже была противоградовая служба! Их называли Градовые сторожа! А правители отдавали их под суд, если Град побивал посевы! Но жрецов науки к суду не привлекали! А это заколдованный кот! Он ест соленые огурцы! Кс-кс-кс-кс-кс! Ты мне всегда нравился, Сергей! Но если сейчас, в это время, ты уйдешь, предашь нас, Я тебе никогда не подам руки! Да не предаю я вас! Понимаешь, просто я хочу разобраться, понять... Мысли мои там, в облаке, а я здесь! А здесь я просто мешаю вам! Прости, Геннацвале! У каждого свое дело! Своя дорога! Но ты сначала посмотри вниз! Спустись с этого облака! Подумай о тех людях, которые живут на этой земле! О тех, подумай, которые спят на этом кладбище! Субтитры сделал DimaTorzok Я, конечно, все понимаю... Но... Зачем мы расстаемся? Кому это нужно? Зачем? Ну что ты? Ну-ну-ну... О! Не надо, не провожай меня! Я подсчитал, сколько часов я просидел в области! на этой идиотской летучке за эти 10 лет. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. 3300 часов. Из них 3000 бесплодных. 125 дней. Почти полгода. А мне осталось работать каких-нибудь 6000 часов. Не больше. Аркадий Борисович. И не спорьте со мной. Это уже проверенный факт. Давайте скорее. Сейчас. Вас это, конечно, мало волнует, Крылов. Вообще непонятно, что вас занимает. Где вы летаете? Вы у нас в Москве уже 2 года. Сколько вы намерены еще с этим мыкаться? Аркадий Борисович, я торопил Крылова. Предупреждал, мы сорвем план. А насчет летучки, Аркадий Борисович, послали бы меня, я бы отсидел. Вы сами не цените своего времени. Позвольте. Однако. Полюбуйтесь на него. А на хорят. Одичали вы там все в горах. Нет. Нет. Вас просто силой надо оторвать от вашей фантастики. Я вас спрашиваю, на каком свете вы живете. Старик хочет выспаться на нем. Выручай. Аркадий Борисович. Что? Вы говорите, вам осталось 6 тысяч рабочих часов. Если работать каждый день по часу, или даже час в неделю, то есть возможность прожить 300 лет. Что вы суетесь? Что вы знаете о старости? Вы думаете, старость это веселая жизнь? Пока это единственный способ прожить долго. Сергей Ильич, подавайте заявление на конкурс. Ну, что вы уставились? Подавайте заявление на должность начальника лаборатории. Да-да, планы составлять научится. А там уж всякие кнопочки. Бумажки, промокашки, кнопки, скрепки. Нам идеи нужны. Понимаете, идеи. На идеи дефицит. Это древняя резиденция царей династии Багратиулы. Тысячу лет провели они этой маленькой страной. И, надо признаться, без ложной скромности носили титул бога равных. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Проходите, пожалуйста. Здрасте. Устала? Нет. А нам пора. Я понимаю, чем быстрее мы работаем, тем скорее расстанемся. И у тебя, и у меня много причин задержать работу. но мы с тобой два идиота. Два иступленных, честных идиота. Это я, идиотка, а не ты. Пойдем? Пойдем. Ты, Сережа, вполне подходишь для наследного принца. Кандидат, физик. Чего мы будем гадать? Бери и властвуй. А зачем мне это надо? Путина. Лабораторией должен руководить ученый, а иначе Агатов. Ты открываешь дорогу Агатому. Ну и что? Он хороший организатор. Он бездарь. Это опасно, как гангрена. Недаром он так рвется к этой должности. Ему надо чем-то прикрыть свою бездарность. Ну, хочет быть начальником. Значит, есть талант. А я не хочу. Мне с новой темой разобраться надо. Да и что я буду с вами возиться? Я и не умею. Учись. Еще Офелия говорила. Все мы знаем, кто мы такие, но не знаем, кем можем быть. Ну и что? Офелия для меня не авторитет. Ей не предлагали быть начальником лаборатории. Сергеевич! Агатов сегодня с утра ходил веселый. Котопусик, катопусик, катопусик. А сейчас захожу в сортир, смотрю, стоит и говорит, да, это, говорит, уже не катопусик. А? Такой фитиль ему. Сколько он на эту должность стремился, а? Поздравляю. А он не хочет. То есть как не хочет? А вот так. Почему, Сергей Ильич? А потому что работать хочу. Да идите вы все. У меня только-только проклевывается. Сами требуем дорогу молодым обновить руководство, когда предлагают, то в кусте. Обновляйтесь без меня. Сергей Ильич! Стать начальником в верный способ поумнеть. Начальник, он всегда умнее. Агатова, конечно, надо бы нейтрализовать. А с ним-то что? Это с тех пор, как он вернулся с кахетью. Давай. Давай, давай! Еще давай! Хорошо. Эту грозу я вызвал, потому что все молнии подчиняются мне. Вы что, маг-волшебник? Да. Может, вы сумеете прекратить грозу? Ну, это еще пока трудновато и дороговато. Это удовольствие можно позволить только лишь для Олимпиады. Но через годик-другой приходите сюда, и я вам сделаю. Как же вы собираетесь это делать? Очень просто. Подлечу к грозе, возьму ее под руки и... уведу ее в Среднюю Азию. Не верите? Вам нужны доказательства. Хорошо. Пожалуйста. Положите мне кто-нибудь руку на плечо, а я угадаю, кто. Женя, он псих, что ты от него хочешь. Я не понимаю, что ты хочешь. Я хочу. Женя, он ненормальный. Мы опаздываем на лекцию. Тише. Ну что, Мак-волшебник, отгадайте, чья рука была на вашем плече? Ваша Женечка. Ваша Женя. Это нечестно, вы подслушали. Четвертый курс. Поскорей бы на практику. Замуж и не думаю. Я даже знаю ваше желание и готов выполнить его. Ну что ж, попробуйте. Вы не хотите идти на лекцию. Вы хотите познакомиться со мной и гулять в этом парке. Глупости, молодой человек. И вообще, молодой человек, вы слишком самоуверен. Женя, кончился дождь. Мы опаздываем. Самое оригинальное в данной ситуации. Быть честным. Уступите себе. Ведь потом будете жалеть, что не решились. Мы же с вами договорились, что встретимся с вами на этом же месте через год. Два. Пойдем. Что ты с ним связалась? Он же сумасшедший. Я уверен, это произойдет раньше. Серега. Елки-палки. Олег! Ну ты даешь, мастодонт. Пошли к нам в лабораторию. Ты что, совсем охновил, как в Москву переехал? Читал в апрельском номере твою статью. Шик. Академический сухарь. Разве в статье суть? Ну я бы не рискнул так написать. Полеты в грозу. Кто же сейчас станет рисковать людьми, когда есть ракеты, зонды? А я нашел способ избежать риска и добьюсь своего. Другого выхода у меня нет. О, ты жива еще, моя старушка. Жив и я. Привет тебе, привет. Старик Голицын все еще думает, что двигает науку на этом старье. Может быть, но только куда. Здравствуйте. 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 Отчеты, программы. Кто их читает? Как кто? Я читаю Голицын. Чепуха. Я провел эксперимент. На каждой программе написал, кто дочитает до этого места тому бутылку коньяка. И оставил телефон, пока никто не позвонил. Да, у нас такие штуки не проходят. А кто это? Тулин, Олег. Тулин? Ну. Ничего себе. Ну как же мне быть, Олежка? Ах ты, бедолага. Хотят из тебя сделать свежую струю. Ну что же, это теперь модно. Но ты извини, Серега. Ты и начальник? Я не знаю. Опрочем, лучше ты, чем какой-нибудь бурбон. Только учти, человек, который не хочет быть начальством, сам против начальства. Сейчас научная сторона важнее всего. По этому тематику работ придется пересмотреть. И вообще, я думаю, мне надо согласиться на предложение Голицына. Понятно. Это Тулин воодушевил вас. И он. Он тоже. Но я надеюсь, что мы вместе с вами. В деловых вопросах у вас опыт. Да, конечно. И Голицын так оценил меня. Аккуратен, исполнителен. Бумажки составляет хорошо. А своих идей Агатов не выдвигает. Вы все должны поверить в необходимость полета в грозу. Так запускайте ракеты. Есть беспилотные самолеты, запускайте их. Это все старо, грубо. Данных много, но они нуждаются в точной корректировке. А это могут сделать не приборы, а люди. Но это как в космосе. Вы же знаете, что в грозу летать нельзя. Вы когда-нибудь попадали в желудок этой самой грозы? Я один раз так вляпался. Не знал, где небо, где земля. Вертело, как щепку. Стрелки приборов плясали, как пропеллеры. Еле доползли. до посадки. Перед грозой пасуют самые опытные летчики. А вы хотите лететь с группой научных работников. А как же бороться с грозой, если убегать от нее? Есть только один способ узнать вкус хлеба. Надо съесть его? Нет. У нас в Сибири говорят по-другому. Для того, чтобы узнать про тухлей окорок, не обязательно есть его целиком. Что же вы предлагаете заняться хранением окороков? Денис, почему же? Летаете? Я отвел на достаточно опасные зоны. Другие довольствуются меньшим. Но другие не ставят задачу по управлению грозой. так уж никто. А Денисов он постреливает ракетами с земли. Риску никакого погодка к открытию фестиваля. Всем на радость. Кстати, синоптики подсчитали, что погода и без ракет была бы прекрасной. Кроме того, йодистый свинец токсичен, а облака принадлежат не только нам. Ну, насчет свинца я не знаю. Но почему я должен доверять вам? Вы точного прогноза грозы составить не можете. А собираетесь управлять, понимаете ли ею? Мы не имеем никакого отношения к прогнозам. При чем тут прогнозы? Короче, вы хотите свалить ответственность на меня. Не выйдет! А вы боитесь ответственности? За ваши жизни? Николай Якович, Кирилл по городскому. Да! Не желаю отвечать! И потом, чем отвечать? Выговором дешево! Соедините меня через 10 минут. Я, конечно, не специалист по вашей науке. Давайте запросим мнение специалистов. Кого? Кто вас поддержит? Ну, зачем так? Кого лично вы для себя считаете авторитетом? Ну, скажем, академик Денисов. Денисов монополист. Жильцов. Жильцов ортодокс. Противник всего нового. Ваши предложения. Поймите меня, товарищ генерал, перед каждой новой теорией только противники. Бороться с ними значит убеждать фактами. А факты там, в грозе. я могу их достать только оттуда. Сложное у вас положение. Вот небось думаете, а сидит солдафон и от него зависит прогресс. Может, Голицын? Ну что ж, Голицын авторитет. Стародум, конечно. Ну как хотите, мне это все равно. Да его же заключение год надо ждать, товарищ генерал. Почему? Минут сорок. Как? А так. Я как получил ваши бумаги, так сразу и заказал Голицын отзыв. Ознакомились? Вот и хорошо. Прошу вас, поезжайте с нашим заключением к генералу Южину. Он ждет, может, у него возникнут вопросы. Ну и и растолкуйте ему. Все. Подождите. Ну как же так? Привыкайте, голубчик. Ничего страшного. Вам полезно, так сказать, вращаться. Да не в том дело. Я заключение. ведь вы же фактически закрываете работу Тулина. Вот хорошо. Делом займется. Ну, ступайте, голубчик. А как вернетесь, заходите, мы планы обговорим. нет, я так не могу, это ж бездоказательно. Вы еще здесь? как вы сказали? Бездоказательно. Послушайте, вы никак собираетесь меня поучать? Вы что, хотите, чтобы я благословил Тулина на его авантюру, что ли? Это не авантюра. Пусть местами его выводы не вполне конкретны, но тем более он имеет право удостовериться. нет, не имеет права, настоящий ученый не имеет права на такую торопливость. А копит материал, тогда пожалуйста, посмотрим. А у него одна самоуверенность. Но ведь когда-нибудь надо? Сколько можно копить факты? Сколько? Сто лет, тысячу, сколько потребуется. Зеленые яблоки рвать ума не надо. Вы знаете, Сергей Ильич, что я не против активных методов исследований. Но здесь рано еще, миленький вы мой. Слишком мало мы знаем о грозе. Хотя летаем. Я вот тоже начал с того, что требовал. Был уверен, что именно нам покориться гроза. Милая мечтательная юность. Аркадий Борисович, а неужели вы сами составили это заключение? А что? Да тут не ваше выражение. Вот, например, авантюризм или псевдонаучная аргументация. Ой, как бы не брониться, лишь бы добиться, дорогой мой. в научной полемике незачем дипломатии. И главное быть беспристрастным. Да, вы беспристрастны. Вот только к кому вы беспристрастны? Однако. К вашему сведению, Сергей Ильич, Тулин мне не конкурент. Надеюсь, ясно. Делить мне с ним нечего. Мне, как говорят, пора о Боге думать. Скорее, вы, Сергей Ильич, не беспристрастны. Я? Вы же друзья с Тулиным. Он ведь просил вас похлопотать. Да что за чепуха? Ну, зачем же так, Сергей Ильич? Тулин специально за этим приезжал к нам вчера. Как? Тулин вчера был здесь? Но он не говорил мне ни слова. Так, так. Так, за моей спиной. Сознаете ли вы, на что вы толкаете Аркадий Борисович? В случае чего Аркадий Борисович, а не вы, не я, понесет ответственность за авантюру Тулина? Вы этого добиваетесь? Да не говорите вы глупостей. Вы же сами были за подобные исследования. Только вчера мы с вами об этом говорили. Лучше не касаться нашего вчерашнего разговора, Сергей Ильич. Это почему это не касаться? Наоборот, касаться. Так, это пусть. Значит, сами настаиваете. Ну что ж, Аркадий Борисович, я бы не стал вас никогда огорчать, но мои слова искажаются, и я должен защиту... Оставьте. Нет, извините. Сегодня Крылов заявил, что мы занимаемся никому не нужной тематикой. Не буду приводить никчемных выражений вроде руководства плохое, подавляет инициативу. Правильно я излагаю, Сергей Ильич? И что Аркадий Борисович избегает современной физики, отстал и прочее. Да, да. А что касается заключения, то как я могу утверждать обратно, если я сам его готовил по просьбе Аркадия Борисовича? Разрешите, Аркадий Борисович, я сам отвезу Южину ваше заключение? Да, да, да. Да. Аркадий Борисович, все это не так. Тут в другом дело. Вы, по сути дела, прикрыли целое перспективное направление. Разве так решают научные споры? Вы даже не хотите понять меня. Мне будет трудно при такой нетерпимости руководить лабораторией. Мне нужно превратиться в Агатова и постоянно поддакивать вам. пропадает всякое удовольствие от работы. Научная работа не всегда удовольствие. Возможно, я неудачно выразился. Пропадает моя ценность как научного работника. Она пропадет, если вы будете разделять бредовые идеи Тулина. Я всегда уважал вас за то, что вы разрешали мне спорить с вами. Спорят, чтобы выяснить истину, а вы, Сергей Ильич, вы не спорили, вы интриговали. Вы не имеете права молчать, мальчишка! А я еще тащил вас на конкурс. Да не нужен мне ваш конкурс. Я отказываюсь от лаборатории. что с вами, Аркадий Борисович? Ладно, оставьте меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-ай. За что же вы нас лишили своей милости? На вашем месте я бы не стал иметь дело с такими тиранами, как я. Ну и чудесно. Принципы надо доводить до конца. Чудесно, чудесно. Я уйду. Ради бога, не задерживаю. Вот сейчас же. Вот хоть сию минуту. Подождите! Только учтите, это не вы уходите, а я вас увольняю. Вы уходите не от меня, а от науки. Полеты непосредственно в грозовых облаках не обеспечены, преждевременны, рискованы и бесплодны. Но что тут говорить? Полеты в грозу вообще строго запрещены предписанием. Ваши научные обоснования, Олег Николаевич, недостаточны. Вековые проблемы науки так не решают. А как их решают? По капельке, по капельке. Да, да. В лаборатории измеряют капельку за капелькой. Годами. не гнушаются черной работой. Скромненько. Преждевременно. Это, пожалуй, мне при жизни не рассчитаться. У меня просто старые счеты с грозой голубушкой. Что поделаешь, товарищ генерал? При такой диссипации энергии в грозу нет регенерирующего процесса. Что вы несете? Разве вы не понимаете, что им нужно, чтобы их не тревожили? Есть деятели, которым невыгодно вылезать из лаборатории. По капельке капают свои диссертации. Все понятно. Вы свободны. Вы тоже. Спасибо. Так я скажу Аркадию Борисовичу, что все в порядке. Там я вызвал Хоботнева. Разыщите его. Идите, идите. Тамарочка, чаю нам. Ну, что вы воюете против меня? Ну, что вы воюете против меня? Что я против, что ли? Я, может быть, душой и сердцем. Сам 10 лет в этом институте. Знаете, а вы поговорите с Голицыным сами. А? Поздравляю вас, товарищ генерал. Отпихнулись. Теперь можно быть чутким, добрым. Советовать можно. Вам теперь ничего не грозит. К Голицыну я не пойду, не нужно мне их милостей. Жаль одно. Теоретически мы сейчас обогнали Европу и Америку. Но они нащупают наш метод. И когда они будут впереди нас, вы сами меня разыщите. Пожалуйста, товарищ Тулин, берите самолеты, какие хотите, сколько хотите. Догоняйте, опережайте. А как можно догоняй и опережать? Ну, почему у нас во всем так? Почему? Да потому что никого из вас за трусость и перестраховку никогда не наказывают. Прорешите войти, товарищ генерал? Да. Входи, Хоботнев. Садись, Хоботнев. Здравия желаю. Добрый день. Вот этот тот самый бывший военный летчик. Готовился в космонавты. Любитель гроз. Сколько раз ты летал в грозу? Раз пятьдесят. Сколько? Может, больше. На чем? На военном истребителе. А, тот я ничего подобного не слышал. Здорово это то, что нам нужно. Ну, вот что, Хоботнев. Значит, готовься к полету. Спасибо. С учеными. С аппаратурой. Спасибо. Полетишь вокруг грозы. Ты понял? Вокруг грозы. Чёрт с тобой. Вали на мою голову. Во имя науки. Только учти, что с Голицыным теперь обязательно придётся договориться. Надо упросить его, чтобы он курировал ваши полёты. Это не страшно. Там мне есть друг Крылов. К Голицыному доверяет. Чего так долго? Я тебе два часа жду. Переодевайся. Нас ждут. Всё доложу по дороге. Знаешь, у меня что-то нет настроения. Давай один. Не дури. Сегодня существует моё настроение. А потом, если у тебя нет настроения, значит, оно тебе не может мешать. А девушка у тебя есть? Нет. А эта? А эта не здесь. А где? Далеко. Миленькая. Как её зовут? Наташа. У тебя, как всегда, всё серьёзно. А потом окажется, что ты для неё хороший парень. Она любит другого. Переписывайтесь. Нет. Да. Скрытный ты парень. Я пойду приму душу. Только давай скорее, а то нас ждут. Да. Кто? Ада? Здравствуйте, Ада. Это Олег Тулин. Вы из Ленинграда? Здесь. Только он совсем без настроения. Но я думаю, что мы с вами ему его создадим. О, прошу нас извините. Знакомьтесь, пожалуйста. Заместитель директора нашего института Возницын Николай Николаевич. И его супруга Серафима. Сима. А это наша очаровательная приятельница. Ада. А это Алексей Иванович Хоботнев. Командир нашего корабля. Пилот, летавший в грозу. Нет, спасибо, спасибо. И, наконец, мой друг Сергей Крылов. Новоиспеченный начальник лаборатории из института Голицына. Очень приятно. Сережа, что все-таки случилось? Ничего. Вытри нос. Что? У тебя нос потеет, когда ты врешь. Да отцепитесь вы. Ну, поругался с Голицыным. Ну, что особенного? Ага. Я же тебе говорил. Голицын скелет, хватающий за горло молодые таланты. Хуже того. Он несправедливый человек. Давай, давай. Мне, брат, мало, чтобы хвалили друзья. Не нужно, чтобы ругали моих врагов. Но ты, Сереженька, должен быть отныне с Голицыным кроток и ласков. Ибо он будет курировать наши полеты. И надо, чтобы он перепоручил это дело тебе. Это невозможно. Дело в том, Ну, в общем, я ушел из института. Я как чувствовала? Голицын хотел, чтобы я поехал к Южину с его заключением. Я отказался. Ну, мы поругались, и он меня уволил. Полюбуйтесь на этого упоенного жалостью к себе. Идиота. Он ждет, что женщин будут всхлипывать, а мужчин и жать руку. Так вот почему приезжал Агатов к Южину. Надо было ехать самому, а не корчить из себя. Я-то думал, что из вашего курятника хоть ты подстрахуешь меня. А ты все испортил. Теперь Голицын пошлет нам шпионить Агатова. И все пропало, и никакой грозы нам не видать. Этот лунатик всегда так. Вы-то, Адэ, вы хорошо знаете. Ах, какой рыцарь. Он шел ради меня. А мне не нужно. Не нужна мне твоя жертва, твои услуги. А я это сделал не ради тебя. Значит, для себя. Все для себя. Жизнь ничему не научила тебя. Из института ушел ради себя. А Дану ушел тоже, задрав нос. Кому нужно твое Дон Кихотство. Не расстраивайтесь так. Успокойтесь. Не волнуйтесь. Не надо. Прошу прощения. Ты должен помириться с Голицыным. Нет, не могу. Сможешь. Нельзя, чтобы Агатов следил за мной вместо тебя. Да нет, Олежка, не могу. Какой же ты дорог после этого. Господи, как ты подвел меня. Олег, ну как я могу идти к Голицыну, если я с ним не согласен? И ты с ним не согласен. Извините, мороженое можно подавать? Куда ушел наш командир? Почему бы тебе и не вернуться в Ленинград на наш завод? Сережа, ты поступил в высшей степени прилично. Не обращай на них внимания. Спасибо. Спасибо. Когда-нибудь ты поймешь, что никто к тебе так не относится, как я. Я много раз рисковала собой только потому, что всегда говорила правду. Я и сейчас скажу правду. Я не собираюсь сидеть и ждать тебя, как Сольвик. Хотя бы потому, что тебе это будет неприятно. К тому же ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Можно пойти на завод, можно вернуться к Голицыну. Как много, оказывается, путей. А хочешь, я женюсь на тебе? Это тоже путь. По утрам ты заставишь меня делать зарядку. Сколько раз я начинал делать зарядку и бросал. А ты заставишь меня обливаться холодной водой и совершенствовать английский. Нет, правда. Хочешь, я женюсь на тебя. За что ты меня так не любишь? Я понимаю, Сережа. Тебе сейчас плохо. Но все равно. Так нельзя. Это нехорошо. Сергей, есть идеи. Я беру тебя, зачисляю их себе. Это идея Николая Николаевича. Падай ему в ноги. Я очень рад, что вы полетите вместе. Вы же в стульном друзья, а не враги. О, женщины, мы с ним таких дел натворим. Да, представляю. Ты хвостун, Олег. И фантазер. И воображаешь, что все можешь. Да, я все могу. Хотите, Адочка, я вам расскажу, как стать человеком, который все может? Интересно. Это совершенно просто. Надо стать сильнее себя. Пересилить свои слабости. А тот, кто сильнее себя, сильнее остальных людей. А значит, и обстоятельств. Вот вы хотите сделать Сергея слабым, а я наоборот. Своим оруженосцем. И все мы оруженосцы. Ты мой. Да, Симочка, я твой. Меня сегодня в кабинете Южина осенило. Если бы я смог обрести полную власть над собой, я получил бы власть над всеми. Зачем тебе она? О, будь уверен. Я бы устроил мир разумно. Во-первых, заставил бы тебя не сомневаться, а ехать со мной. Ну как, ты едешь со мной или нет? Во-первых, мне нужно кое-что выяснить для себя раз и навсегда. И подумайте. Думай. Скорее думай. 26, 28, 30, 32. Работайте. Азимут, 9-0. Дал нас 7-12. Азимут, 10-0. Передайте 13-му, пусть постарается. Тут у меня комиссия из Москвы. Азимут, 160. 22, 24, 26, 28, 32. Подготовить пункт 19. Подготовить пункт 19. 25, 27, 29, 31. Подготовить квадрат 16. Запрет авиации. По всем пунктам отбой. По всем пунктам отбой. Ну конечно, какая может быть стрельба, когда к нам приехал наш вечный враг Крылов? Ну и где теперь Наташа? Уехала. Полгода тасковала, взяла расчеты и уехала. Куда? Не знаю. Обещала написать, не написала. Иди, садись за стол. Резо! Да я слушаю. Этот кусок и рядом. Сделаем, дорогой. Вот подлец, узнал тебя. Это твоя Наташа приучила есть огурцы. Слушай, зачем ты Наташу с собой не взял? А? Когда ты уехал, придет она, сядет с котом. Печальная такая. Ты надолго к нам? Нет, завтра уеду. Увидишь Наташу? Привет передай. Хороший она человек. Да, Ираклий прав. Клянусь, первый раз увидел женщину, которая так любит. Кушай, Сережа, кушай. Ираклия. Мереви. Котик. Көнер? Крис. Ольга. Ираклия. Ираклию. Эраклию. Ираклию. Зачем мы расстаёмся? Я, конечно, всё понимаю. Но кому это нужно? Зачем? Випа! 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 Продолжение следует... Продолжение следует...